Продолжение следует... А вы в курсе, что совсем скоро, расплачиваясь за проезд в общественном транспорте, не нужно будет ждать сдачи от водителя? Почему, расскажем прямо сейчас. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе», я Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня в нашей передаче речь пойдет о развитии общественного транспорта. Я хочу напомнить, что в крае действует программа улучшения качества и безопасности перевозок. И насколько перевозки в Сочи качественные и безопасные, мы сегодня спросим у нашего гостя, гость нашей студии, директор департамента транспорта и связи администрации города Сочи Александр Мес. Александр Израилевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, на должность директора департамента вы пришли совсем недавно, руководите вы им с декабря месяца. Но в этой отрасли уже работаете очень давно и у вас очень богатый опыт. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, вы знаете, отрасль очень интересная. Мне пришлось поработать в ней с 99-го года на разных должностях. Ну и последняя должность в должности директора департамента недавно. Я, конечно, благодарен за доверие, которое оказали. Оказал мне, прежде всего, глава города. И мы постараемся, чтобы транспортная отрасль города Сочи работала для жителей города, работала для наших отдыхающих и не создавала каких-то напряжений и проблем. Для чего вообще мы работаем? Для того, чтобы нашим жителям, для того, чтобы нашим гостям было комфортно доехать с одной точки в другую, чтобы это было недорого, чтобы автобус был чистый, аккуратный. Другие вопросы и проблемы, которые существуют в транспортной отрасли, люди не интересуют. Это должны мы решать на местах, в наших предприятиях, с нашими чиновниками и так далее. Какие задачи вы перед собой поставили в первую очередь? Да, прежде всего, мы должны разобраться, как в нынешних сложных условиях содержать наши муниципальные предприятия, вообще всю отрасль. Мы говорим, только часть отрасли – это общественный транспорт. Он состоит из предприятий частных, коммерческих и наших двух муниципальных унитарных предприятий. Конечно, предприятие, получив новые автобусы, разработана была неплохая маршрутная сеть нашими предшественниками. Она работала в период Олимпийских игр, она практически работает и сейчас. Автобусы, вы знаете, у нас в хорошем состоянии, они обслуживают практически весь город, от Магри до Веселого и до Красной Поляны. Все автобусы находятся в таком рабочем режиме, автобусы качественные, но вот обслуживание, эксплуатация этих автобусов, конечно, дорогое удовольствие. Я считаю, и при своем докладе главе города Сочи обозначил первую тему – это минимизация расходов. Вот что мы можем минимизировать затраты городского бюджета на содержание этих предприятий. Первое, с чего мы начали и уже распоряжение главы города Сочи готово – это объединение двух муниципальных предприятий. Мы должны понимать, что город у нас один, какая бы большая протяженность ни была, обслуживать его должно одно муниципальное предприятие. Лазаревский автотранс будет объединено в Сочи автотранс и будет одно предприятие – Сочи автотранс. Только от одного объединения, около 23 миллионов в год рублей, мы экономим. Это, прежде всего, персонал, это, прежде всего, ненужные колонны, которые занимали выпуском машин. В Лазаревской у нас останется одна колонна, которая будет обслуживать Лазаревское и близлежащие населенные пункты. А Дагомыск-Коловское направление уже будем обслуживать из Сочи. Конечно, холостой пробег будет чуть больше, но за счет того, что мы сокращаем колонны, эффективность, экономия будет ясна. Дальше, как вы уже затронули в начале передачи, мы планируем ввести систему безналичной оплаты. Буквально сегодня мы хотим отметить, что часть работы уже начата. Здесь ошибаться нельзя, как саперам нельзя ошибиться, потому что это большие деньги, но и в то же время это большое подспорье для экономики предприятия. В начале года, когда у нас проходили праздники, маршрут номер 63 уже был обследован. На маршруте работала система одной из коммерческих фирм. Будем откровенны, людям, те, которые имели банковские карточки, могли по ней рассчитывать. Было очень удобно. Маршрут работал на Красной Поляне. Некоторые высказывания и пожелания людей мы, так сказать, для себя запомнили. Но отзывов было больше положительных? Конечно, было больше положительных эмоций, потому что человек может рассчитаться. Но, к сожалению, не все банковские карты подходили для расчета по этой системе. И вообще система подразумевает расчет специальной карты транспортной, которая должна обеспечить работу этой карты на всех маршрутах города. Там пока был эксперимент только на одном маршруте. Немного проехало людей, у нас около 400 человек, но первые результаты уже были. Сегодня мы рассматриваем еще одну коммерческую структуру, которая предлагает немного другой вариант обслуживания, в том числе и кассиров-контролеров, которые будут ходить в Москве, в Санкт-Петербурге. Да, во многих городах кондукции есть. Да, есть такая система. То есть вставляется карточка в специальный прибор и снимаются деньги. Это тоже интересная система. Мы должны ее попробовать реально, как она действует и как она влияет на экономику предприятия. Почему я говорю, что нельзя ошибаться? Потому что очень дорогостоящие оборудования, оно уже, часть оборудования, стоит в автобусах. Вот. Но, к сожалению, оно не было задействовано. Но если внедрять эту систему, которая стояла в автобусе, нужно будет определенное количество денежных средств. Если внедрять другую систему, насколько она дешевле и насколько она будет полезна, и легко людям будет рассчитываться. То есть все направлено для пассажира. Еще раз повторюсь. Пассажир должен быстро, легко рассчитаться и не чувствовать от этого никаких проблем. Чтобы не было там очереди при посадке в автобус. Чтобы эти карточки спокойно можно было купить, а затем наполнять деньгами и так далее. Ну а увеличение доходов будет связано, я как понимаю, с тем, что водителя мы отстраняем от денег. Да, ну вот представьте, сидит человек, водитель – это основная фигура наших предприятий. Как бы мы ни говорили, директора и начальники, но водитель – это тот человек, который привозит деньги, который обеспечивает обслуживание и обеспечивает, будем так говорить, нормальное состояние предприятия. Вот водитель, когда перед ним лежит огромное количество денег, и он видит эти деньги, ну, наверное, это неправильно, он хочет постоянно что-то с ними делать. Да, так человек устроен, психология. Данная система позволит в основном от этих денег отойти. Почему говорю в основном? Если человек захочет рассчитаться, он тоже имеет право рассчитаться наличными деньгами, но их будет уже меньше, намного меньше. А в дальнейшем, если эта система все-таки приживется в городе, и мы выберем вот одну из них, то по этой карточке можно будет и рассчитываться в санаториях, в домоходах, но это уже, так сказать, дальнейшая перспектива. А сейчас мы говорим только о муниципальном транспорте? Пока, значит, мы приняли решение, что первый этап у нас пойдет в муниципальном транспорте, то есть там, где возможно уже сходу обеспечить работу этой системы. Значит, муниципальными предприятиями у нас, с частными предприятиями у нас состоялась встреча, значит, до всех доведены требования и администрации города, главы города, вот, и все предприятия понимают, что эта система позволит и у них, с их экономикой, также правильно отнестись к сбору и расходу денежных средств. Вот, мы надеемся, что второй этап уже займет и частные коммерческие предприятия. Конечно, вводить сейчас срочно систему очень сложно. Мы, во-первых, не имеем права навязывать эти виды разных систем, они разные, а во-вторых, мы должны понимать, что они действительно эффективны. Вот, проводя эксперимент, мы планируем где-то на 20-25% поднять выручку предприятия, раз. То есть сбор денежных средств на предприятии будет выше на 20-25%. Второе, мы, естественно, сможем за счет этой системы посчитать, наконец-таки, объективно, а сколько же мы провозим пассажиров в том или ином автобусе, для муниципальных предприятий очень важно, которые реально оплачивают проезд. Понимаете, да? То есть сбор денежных средств, реальный пассажиропоток, отстранение водителя от денег, это должно принести свой результат. Тем более опыт работы есть в Москве, в Санкт-Петербурге, в Самаре, в других городах. Такие системы работают. Мы надеемся, что эта система приведет не просто к оптимизации, а позволит нашему одному уже оставшемуся муниципальному предприятию выходить уже на какие-то параметры и видеть, что сбор денежных средств на маршрутах это основная составляющая его всего бюджета. Чтобы она пополнялась, нам нужен контроль. Я думаю, что мы еще раз встретимся и эту тему изучим, когда уже непосредственно определимся, кто конкретно будет у нас работать по этому направлению. Да, и чтобы закрыть эту тему оптимизации, хотелось бы узнать, какой мы экономический эффект получим, все-таки хочется узнать за год. Значит, во-первых, у нас идут сокращения персонала. А водители коснутся? Нет, конечно. Значит, сразу хочу объяснить, что сокращение персонала, это управленческого персонала. Сокращение отдельных колонн предприятий не коснется ни в коем случае водителей, непосредственно тех, кто обеспечивает перевозки, и тех, кто обеспечивает выпуск машин на линию. Однозначно не коснется, потому что это основа нашей работы. Мы планируем получить от сокращения и объединения предприятий более 40 миллионов рублей в год экономии. Но если удастся внедрить систему безналичного расчета, то экономия, а также сбор денежных средств тоже где-то к концу года должен вырасти в пределах 20-30 миллионов рублей. То есть у нас примерно 70 миллионов? Да, это условные пока цифры. Главное сейчас произвести объединение. То есть в этом плане мы, значит, я докладывал главе города Сочи о ситуации, которая сейчас находится в отрасли. Мы планируем, чтобы не было никаких сбоев, чтобы не было никаких проблем. То есть сейчас управленческий аппарат департамента, он весь направлен, по сути дела, и распределен на вот это объединение предприятий. Следующий этап – это внедрение системы. Ну и дальше мы хотим, конечно, освобождаться от непрофильных активов, которые находятся в предприятиях. Мы рассматриваем также работу, более детальное рассмотрение маршрутной сети. Часть маршрутной сети мы, конечно, должны пересмотреть. Она складывается из запросов наших граждан. Конечно, хочется, чтобы предприятия работали рентабельно, чтобы они были эффективно использовали свой подвижной состав. Но большинство маршрутов, особенно Лазаревского направления, это горные маршруты, небольшие поселки, где по 50-60 человек ездит, будем откровенны. А автобус там должен быть. То есть мы обязаны эти перевозки осуществлять. Естественно, экономическая составляющая здесь всегда отрицательная. Ну, дорого стоит перевозка на сегодняшний день. И вот это все нужно ввязать в единую концепцию. Тогда нам удастся более качественно и организовать перевозки, и какие-то средства экономить. Это основные направления, которые мы планируем в транспортной отрасли в ближайшее время, вот в этом году, мы начали уже эту работу осуществить. Естественно, здесь же также пойдет вопрос, связанный с организацией ремонта и обслуживания машин. Мы хотим минимизировать здесь затраты, связанные с резиной, связанной с закупкой запчастей, топливом и так далее. Все это в комплексе только может дать результаты. Но, поверьте, это не вопрос одного дня. Даже если учесть, что идет реорганизация, то это минимум 3-4 месяца должно пройти, чтобы увидели мы результат. Еще раз повторюсь, эти изменения не сказываются ни на маршрутной сети, ни на ее обслуживании. И не сказываются, естественно, на водителях и их непосредственной работе. Все оно как проходило, так и будет проходило. Тогда ждем первых результатов. Ну и хотелось бы сейчас поговорить еще о таких инновационных системах, системе ГЛОНАСС и видеонаблюдения, которая работает в муниципальном нашем транспорте. Когда мы увидим ту же систему ГЛОНАСС, может быть, в частных маршрутных такси, потому что очень удобно отслеживать движение автобусов, наших муниципальных, по интернету. Какая работа ведется с частными перевозчиками в этом направлении? Ну, я вам скажу так. Система ГЛОНАСС, действительно, которую ввели, она позволяет отслеживать буквально все, где находился автобус, чем автобус, почему, где находится пробка. Вот. У нас по системе ГЛОНАСС в итоге наше муниципальное учреждение, значит, контролирует выход на линию автобуса. Это очень важный вопрос. Ведь, например, по плану расстановки должно работать 10 автобусов, а вышло 8. Второй вопрос, почему? Почему автобусы стоят, почему не выходят? Или наоборот, почему больше машин находится на линии? Где, кто допустил, какую оплошность? Вот это все суммируется. И в итоге, значит, мы знаем ситуацию по каждому дню. Вот. Для этого нужна система ГЛОНАСС. Система ГЛОНАСС в частных предприятиях. Да, этот вопрос, который, ну, я надеюсь, что в ближайшее время мы тоже начнем устанавливать и ставить этот вопрос перед предприятиями. Почему? Потому что система ГЛОНАСС еще работает на нашу безопасность. Во-первых, в каждом автобусе у нас находятся камеры, да, которые позволяют определить, что непосредственно происходит в автобусе, а при возникновении каких-то нештатных ситуаций принимать какие-то меры. То есть камера позволяет видеть. Я к этому хочу добавить, у нас каждую неделю по средам работает дисциплинарная комиссия, где все действия, поступки водителей рассматриваются в присутствии директоров предприятий. Вот сидят руководители, заходят водители и объясняют, почему. А по горячей линии мы получаем информацию. Вот по системе ГЛОНАСС мы ее проверяем и высказываем претензии. Вот почему вы так плохо там обслуживали того или иного пассажира. И когда мы видим камеру, то, естественно, вопросов никаких не возникает. Кстати, бывает и проблема у пассажиров, которые тоже наговаривают на водителя. То есть камера дает возможность нам понимать, что реально происходило в автобусе. Но вы знаете, в последние годы очень большое внимание уделяется безопасности, в том числе и безопасности на транспорте, антитеррористической деятельности. Я вам скажу, все транспортные предприятия, буквально на последних комиссиях, и еще у нас в начале марта состоится, доказали свою законность работы в этом направлении. У всех имеются паспорта антитеррористические. Предприятие постоянно проверяется по этому вопросу. И вот наличие камер, наличие вот этой системы ГЛОНАСС, она позволяет и в этом вопросе находиться на высоком уровне. То есть водитель в случае, если возникает нестандартная ситуация, знает, куда позвонить и как действовать. Такие же камеры мы сейчас вводим в такси. Обычное такси, которое обслуживает население, тоже должно иметь камеры наблюдения. И таксист инструктируется в случае нештатной ситуации, как он должен действовать, кому докладывать, какие там специальные, может быть, слова говорить при докладе своему диспетчеру. Вот о том или ином происшествии, возможно, которое он видит, либо находится у него в салоне машины. То есть в машинах такси уже появились у некоторых? Да, появились и у нас есть. К сожалению, такси заключают договор на обслуживание по Краснодарскому краю с департаментом, с министерством транспорта края. Вот, они выдают лицензию, они, значит, дают возможность работы. Но здесь на месте мы не только выявляем, мы собираем их, проводим с ними занятия. И выявляем, кстати, тех таксистов, которые работают нелегально. Вот, эта работа ведется, ведется каждый день, вот, совместно с ДПС и полицией. Вот, все в соответствии, в рамках действующего законодательства. А вот с водителями автобусов какая-то ведется работа? Еще несколько лет назад была большая проблема, и факты курения, и единой формы не было. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, водители стали гораздо приятнее, сервис улучшился. Как работаете? Я вот, прежде чем встать в этой должности, я был и директором транспортного предприятия, и директором УПСОЧ «Автотранс». Вот, ну, с водителями регулярно проводятся не просто беседы, да, а он еще и обязан получать инструктаж, прежде чем прийти на линию. Например, вечером каждого дня собирать должен водителей и начальник колонны. А есть ли какие-то проблемы или непогодные условия, и главный инженер предприятия, который должен объяснять не просто, как себя вести, да, а как он должен обслуживать маршрут. Естественно, значит, проводятся эти беседы, естественно, объясняют, естественно, показывают, что в автобусе, в каждом автобусе у нас висит памятка, где определенные номера телефонов, руководителей, значит, как себя вести. Короче, правила перевозок, будем так говорить. Водители пока это не сдадут, они вообще на линии не выпускаются. И мы должны понимать, что водители, которые обслуживают пассажиров на общественном транспорте, регулярном сообщении, да, они, в общем-то, подготовленные люди. Они проходят специальное обучение, они периодически, они получают периодические инструктажи. Это не просто водители с улицы, это люди, которые знают, как обслуживать людей и которые понимают, как действовать в тех или иных, иной раз нестандартных ситуациях. А их очень много в Сочи есть, хотя официально не числится, но есть и горные маршруты, где сходят сели. У нас есть маршруты, которые, ну, опасны, будем так говорить, но водитель обязан обслуживать, если позволяют погодные условия. Вот, если что-то происходит, водитель принимает, как правило, правильные решения, потому что он проходит эти инструктажи. Проходят общие собрания. Вот только за последнее время глава города четыре раза собирал руководителей предприятий, руководителей и транспортных, и предприятий такси. Мы на уровне предприятий собирали водителей, инструктировали их, как работать в праздничные дни с первого по десятое число. Это январские праздники. Перед каждыми праздничными днями, у нас надвигаются опять праздники, водитель получает такой инструктаж. Это просто обязанность тех руководителей, которые руководят предприятиями транспортными. Все-таки, если какие-то конфликты возникают, куда нужно обращаться с сочинцем, куда звонить, куда приходить? Можете озвучить. Да, вы знаете, если, ну, во-первых, действует горячая линия, именно транспортная горячая линия. У нас есть муниципальное учреждение управления городского транспорта, которое ежедневно, круглосуточно обслуживает. Каждый, кто находится в автобусе, может позвонить по горячей линии или даже передать смс. Эти смс и звонки потом, номера телефонов сейчас скажу, эти смс и звонки потом суммируются и выдаются на эту комиссию, которую я вам сказал, где рассматривается каждый водитель, если он нарушил или сделал что-то не так в период рейса своего, в период обслуживания пассажиров. Естественно, наказывается вплоть до отстранения от маршрута. Вот круглосуточно горячая линия работает, телефон 264-26-56-448-30-9. Это наша городская линия, по которой можно позвонить, любой вопрос задать он будет, значит, запротоколирован и вынесен на руководство. И пассажиры могут отправить смс, называется у нас телефон доверия, да, 8-918-665-2-665. Вот, не стесняясь, любые вопросы. И я вам скажу, пассажиры задают вопросы, и многие, значит, вопросы пассажиров, их желания, их требования, они удовлетворяются или рассматриваются, принимаются к сведению для того, чтобы потом принимать правильные решения на тех или иных маршрутов. А принимаются ли к сведению, допустим, желания людей внести какие-то изменения в маршруты? Конечно. Допустим, удлинить, куда-то продолжить с заездом на какие-то улицы, как вот рассматриваются эти варианты? Ну, вообще, маршрутная сеть складывается, прежде всего, из, ну вот, если вообще-то нулевой город, да, только построенный, естественно, маршрутная сеть складывается из пожеланий жителей, вот, затем проходит обследование пассажиропотока, сейчас по последнему законодательству пассажиропоток не должен быть минимум, там, 25% наполняемости транспорта и так далее. Но основное это требования и пожелания наших граждан. Затем он обчитывается экономически, вот, и выдается к сведению. Ну, вот, например, на последних встречах с гражданами главы города Сочи, я тоже приглашался на эти встречи, были высказаны очень много вопросов, связанных с маршрутами 122, 56 и маршрут номер 57. Вот я хочу сказать, что ближайшие, значит, уже 3 или 4 дня назад эти маршруты пошли по просьбе наших жителей. Вот, схемы движения изменены и маршруты начали работать так, как просили наши граждане. Конечно, вот, все просьбы удовлетворить невозможно. Вот, например, последняя встреча с гражданами в Адлерском районе, это Совхоз России, вот, просят по тарифному участку рассмотреть возможность. Или такие же встречи, вот, в Хостинском районе. Да, я понимаю, что не везде город Сочи длинный, 145-150 практически километров до Красной Поляны. Он разбит на тарифные участки. Вот эти тарифные участки в городской среде, это 19 рублей, да, вы знаете, мы перевозим. В пригороде другие у нас суммы, и не везде, как бы, ну, будем так сказать, до конца, то есть, жители, например, Совхоза России за 19 рублей не могут доехать до Зорьки или до Адлера. Мы рассматриваем и эти вопросы, но они экономически пока очень тяжелые для наших муниципальных предприятий. Кстати, параллельно ходят коммерческие предприятия, которые дешевле могут перевезти. И эти вопросы мы сейчас рассматриваем, потому что те тарифы, которые были установлены, и, возможно, те тарифные сетки, которые были установлены, они уже устарели. Но вопрос этот требует очень тщательной проработки экономической, чтобы мы, ну, грубо говоря, не поставили наши предприятия в тяжелые экономические условия. Потому что, вот выполнили сейчас требования наших жителей, на 2,7 миллионов рублей мы сразу уменьшим прибыль нашего муниципального предприятия. Мы не можем это делать сейчас, тем более в условиях, будем так говорить, кризиса, который идет во всем мире. Ну, еще один вопрос, который касается до какого часа у нас сегодня должны работать наши маршрутки, автобусы, потому что очень много мероприятий спортивных. Допустим, в Зимнем театре концерты какие-то, постановки заканчиваются, могут закончиться и в 11 часов. Очень сложно уехать, многие люди жалуются, до какого часа работают автобусы и кто это контролирует. Ну, Зимний театр или другие какие-то массовые мероприятия, естественно, нас информируют. Я вам скажу, что на крещение, на праздники новогодние, отдельные, значит, дни транспорт работал и до 3 часов ночи. То есть, заранее нам говорят, и, естественно, транспорт продлевается по распоряжению главы города Сочи. А так транспорт, автобусы работают в среднем до 10-11 часов, ну, маршрутов очень много, каждый маршрут по-своему. Но те мероприятия массовые, которые проводятся в городе дополнительно, на них, конечно, идет дополнительное распоряжение и выделяется транспорт. Но, как правило, из опыта, я вам скажу, что на этих автобусах ездят единицы. То есть, мы выделяем транспорт, а людей очень мало. Вот, надо быть откровенными и объективными. Транспорт, который выделяется, это дорогое удовольствие. А в летнее время количество работы увеличивается? Значит, естественно, в летнее время, когда начинается сезон, мы рассматриваем, изучаем пассажиропоток, и мы видим, что если количество людей увеличивается, и автобус, как мы говорим, идет битком набитый, да, вот, то, естественно, увеличиваем либо количество автобусов на линии, либо смотрим, как, значит, увеличить время между рейсами, уменьшить, вернее, для того, чтобы пассажиры могли спокойно передвигаться. Бывают такие часы пик, мы их отслеживаем, ну и стараемся, чтобы людям было комфортно ездить. Вы знаете, что в автобусах еще есть там бегущая строка, которая показывает, где, какие остановки там дает информацию. Мы в свое время пытались, и, возможно, еще вернемся к тому, что в автобусе будет некая информация о той улице, по которой он едет, вот, там, например, что такое парк Гендра, или цирк, там, и так далее. Все это продумывается. Ну, сейчас главное – это экономика, сейчас главное – минимизировать затраты и доказать, что наше муниципальное предприятие работает, ну, будем так говорить, надежно, комфортно и помогает нашим жителям переезжать с одной точки в другую без дополнительных проблем. Замечательно. Спасибо большое за очень интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был Александр Мес, директор департамента транспорта и связи администрации города Сочи. А вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания. Спасибо.